Всем привет! Вы слушаете подкаст порно, развлекательный проект о порноиндустрии. И в студии с вами ваши ведущие. Дарья, это я и мой дорогой друг и коллега Денис Беседин. У зрителей сейчас шок. Привет всем. Где Паша? Паша? А как живешь? А Паша что? А Паша нет. А мы будем рассказывать, где он? А ты знаешь, где он? Ну, я знаю, где он, но я не знаю. Если вы слушаете, ему интересно, как... Ну, в общем, Паша по работе был вынужден поехать. Командировка. Командировка. Что-то типа, да? Kind of. Прислал нам, значит, фотографию пазика впереди с дороги. А мне не прислал. Подожди, ну, группу нашу прислал. А, да, я, видимо, не читал. Просто дорога впереди грязной пазикой. Вообще непонятно, где он прислал. Ребята, сори, не успеваю. Может, он же в Краснодар подъезжает. Да, может, пока мы с тобой тут готовились, может, он уже приехал. Ну, в общем, да, мы сегодня без пошули. Так уж вышло. Поэтому с Дениской будем обсуждать и новости, и тему, и все, что нам взбредет в голову. Говорить мы сегодня будем про олдскульное порно. Это такие картины, знаете, там вот датированные 80-ми, 90-ми годами. Ну, максимум 2003-й. Это прям про порнофильмы мы будем говорить. Да, порнофильмы, прям полнометражные картины с сюжетом, с актерами, с этим всем там спецэффектами, с разными штуками. Признаемся честно, мы их не смотрели. Но описание настолько захватило, что хочется, во-первых, обсудить, а во-вторых, посмотреть и порекомендовать, да. Ты сказала олдскульное порно. Я сразу вспомнил первый ролик, который я смотрел, вот, старое порно в году, так, наверное, 2001-м. Я понимаю, что оно было снято где-то вот, ну, может, лет пять назад. И у меня эти картинки всплывают в голове, что оно не черно-белая вот картинка была, а такого зеленоватого оттенка. Блин, и вот сравниваешь современные картинки, вот эти все такие расфуфыренные девочки, мужчины подкачанные. Фукси, все такое. Да, и я вспоминаю просто вот эти кудряшки, какие-то большие, не сделанные груди у девочек, у парней пенисы как бы, ну, не суперогромные там, не 25, 30 сантиметров. Да, ну, короче, совсем отличается картинка, и мне прям максимально интересно послушать. Да, ну, слушай, отличается-то не только картинкой, но еще вот этой атмосферой, сюжетностью, да. В принципе, сюжетное порно, оно как-то отмирает как вид, вот, поэтому в олдскульном порно есть на что посмотреть. И тут еще нужно понимать, что смотреть его стоит не только для того, чтобы как-то, да, перезарядиться, но как определенный вид искусства. Ведь кино – это кино, да. Ну, как классика, да, считается. Да, будоражит наши фантазии. Причем я подобрала сегодня фильмы очень нестандартные и по сюжету, и по сеттингу, да, и по формату съемки, вот, поэтому будет о чем поговорить. Но прежде чем мы это все обсудим, у нас есть новости, нет, Пашина, новости есть, их собрал Денис Беседин. Их мы сейчас и обсудим. Я так всегда волнуюсь, когда за Пашечку читаю новости, потому что я обычно играю роль Иванушки-дурачка в этом подкасте. Нужно строить из себя какого-то умного парня. Но, тем не менее, мне всегда этот момент волнительный, и я прям постараюсь пародировать Пашу с его... Да, и можешь не пародировать, будь с собой. Ну, ладно, хорошо. И первая новость. О российской порно-актрисе Еве Элфи сняли документалку. Картина под названием «Артем энд Ева» расскажет, как простая уроженка Омска Юлия Романова переехала в Москву, чтобы заработать денег. Вместе со своим парнем девушка занялась производством домашнего порно. А дальше «Тернистый путь к славе» и топу «Порнхаб». Фильм покажут на фестивале «Арт-догфест» в Риге уже весной. Вот как-то так. Это вся новость. Слушай, ну, это было ожидаемо. Да, там книжечка, затем фильмик. Про Еву? Да, концертики. Я вот сейчас тебя перебью. Вот до этой новости я не воспринимал Еву вообще как какую-то серьезную личность в порноиндустрии. Потому что она мне казалась какая-то обычная. То есть первое место «Порнхаб» по России тебя никак не... Ну, слушай, мне показалось, что она вырвалась в топ, потому что она единственная. Может, потому что все остальные стесняются. Но вот эту фотографию, которую я сегодня увидел, вот я тебе сейчас ее показываю и постараюсь описать зрителям. То, что она очень симпатичная в том плане, что подходит под каноны порно-актрис. У нее очень интересное тело. Мне даже кажется, что сделанная грудь. Мне кажется, натуральная. Ну, в общем, ладно. Ребята, актриса Ева сидит на диване, сзади какая-то неоновая вывеска. И она в очень откровенном наряде. У нее трусики, какой-то короткий топ. Кроп-топ. Кроп-топ, yes. И носочки беленькие на ней. И она действительно выглядит, как настоящая порно-актриса. И я такой думаю, это российская девушка отечественного производства. Слушай, Денис, вообще не понимаю твоего удивления. Ева Элфи давно уже очень популярна. Давно уже все знают, что она, ну, молодец. И выглядит как порно-актриса. И при этом оставаясь простой девушкой. Просто симпатичной девушкой. Вот, Паша бы сейчас тут тебя... Закидал бы с санными тряпками. Закидал бы, да, санными тряпками, верно. Я не удивлена, что вышел фильм, потому что карьера Евы развивалась так стремительно. И, да, там сначала у нас популярные ролики, затем у нас популярный онлифан, затем у нас топ порнхаб, затем она выпускает книгу. Ну и следующая веха, это, конечно же, фильм. Потому что об истории успешных людей принято снимать фильмы. Помимо этого, не забываю, она же принимает участие в фонбет-рекламе. Ну, точнее, не только фонбет, хотел сказать... Как же эти называются? Букмекерские? Букмекерские. Но почему-то мне сразу пришло это не реклама. И что она еще? На интернешнл по доте она, по-моему, какую-то команду представляла. Да, да, вроде как, да. И футбольные матчи, по-моему, приглашали. И на концерты. Ну, в общем... Мерч, мерч, по-моему, был какой-то. Точно. Она же еще у популярного музыкального исполнителя ЛСП появилась на премьере песни «Порно». «Порно-актриса» или как-то так фильм назывался? «Порно-звезда». «Порно-звезда», точно, спасибо. Она появилась на сцене в день премьеры этой песни. Ну, короче, эта девочка прям популярна и на расхват. Ну, это да, это 100%. Вот. Ну, посмотрим, что там будет за фильм. Может, обсудим потом в каком-нибудь выпуске. Может быть, может быть. Ну, а мы переходим дальше. И следующая новость про то, что «Порно-звезда» продает свои яйцеклетки, чтобы ее замечательные гены распространились по всему миру. Это цитата про гены. В Великобритании «Порно-звезда» и модель Аэла продают свои яйцеклетки, как я уже сказал, чтобы распространить их по всему миру. Аэла заявила, что она готова стать донором яйцеклеток для пар, которые не могут забеременеть естественным путем. За это она просит финансовое вознаграждение, естественно. «Порно-звезда» отметила, что она согласилась на такой шаг, чтобы ее прекрасные гены распространились по всему миру. Это опять ее цитата. Поскольку девушка не планирует пока беременеть. Ранее Элла стала известной и потому, что опубликовала статистику, где указано, что она мылась только 37 раз в год. Интересная статистка. Кто захочет ее грязные яйцеклетки? Грязные яйцеклетки? Ну, в общем, такая информация, я не знаю. Мне кажется, в мир современных всяких, не знаю, стартапов, бизнесов, сумасшедших идей, наверное, это нормально. Слушай, ну нормально, ненормально, это не нам решать. Но, блин, вообще история про то, чтобы быть донором яйцеклеток, это хорошая тема. Ну, очень много семей, которые не могут зачать ребенка. И совершенно неважно, покупаешь ты яйцеклетку у порноактрисы или не порноактрисы. Главное, чтобы это была здоровая, половозрелая женщина, вот, готовая это сделать. И обычно донорам, ну как бы, это не так выглядит, как аукцион. Ты приходишь на маркетплейс яйцеклеток и выбираешь. Здесь от Евы Элфи, здесь от, как там ее, Алин, Элин? Аэла. Аэла, да. Вот, то есть это обычно ты являешься донором, тебе платят за донорство, а дальше клиника уже распространяет это по своей финансовой модели. Но интересно, сколько людей захотят яйцеклетку от порноактрисы. Да, у нас же все еще есть в обществе вот это вот предубеждение, что почка от убийцы, пересаженная в тело обычного человека, как-то повлияет на его дальнейшее поведение. Это, конечно же, с точки зрения медицины, полнейший бред. Ген порно-звезды никак не передается. Это ваш личный выбор. Да, передается только внешний вид, скорее всего, а она вполне себе симпатичная дама. Желающие будут, возможно, купить. Просто я не знаю, насколько это юридически законно продавать яйцеклетки. Это уже попахивает какой-то продажей органов. Ну, типа, да, вот этим подпольным торговлением. Да, то есть, типа, ну, может быть такая история, что завтра какая-нибудь порно-звезда свою почку за деньги решит пожертвовать, а это незаконно, так никто не делает. Ну, а почему нет? Это в формате благотворительности, ну, как благотворительности, за деньги, да? Вот у меня есть почка, она мне как бы не нужна, а есть много нуждающих, которым нужна почка. Покупайте. Пожалуйста, покупайте, да, это так не делается. Я не знаю, что это продажи яйцеклеток. Но, с одной стороны, вроде как бы ты ими владеешь, можешь ими как-то распоряжаться, как хочешь, но это тоже странно. Как она это вообще будет делать? Она придет в клинику, попросит собрать яйцеклетки, потом, когда где-то они будут храниться, эти яйцеклетки, потом нужно какой-то контракт заключать. Да нет, скорее всего, по запросу. Типа, паре нужна яйцеклетка, они к ней обращаются, договариваются о всяких деталях, и уже там... Ну, это тоже юридически должно быть, потому что, владея яйцеклеткой, ты, по сути, владеешь будущим ребенком, ты должен как-то зафиксировать свои юридические права, что ты являешься непосредственным опекуном этого человека будущего. Это же какой-то, наверное, свой процесс. А потом она скажет, верните яйцеклетки назад. Это мой ребенок, да. Я передумала, верните деньги. Ну, короче, странная хрень, но как инфоповод, чтобы увидеть, да, насколько сходят с ума люди, пожалуйста, да. Да, я, знаешь, что подумал, влияет ли работа порноактера на здоровье яйцеклетки? Ну, слушай, на здоровье яйцеклетки, может быть, и не влияет, но на здоровье именно органов половых, да, репродуктивных, может, и влияет. Но это все взаимосвязано. Как я это слово забыл? Износились, значит. Не, ну яйцеклетки не могут износиться. Нет, я про губы половые, ты сказала, органы влияют. Вообще у любой женщины от природы есть определенный запас яйцеклеток на всю ее фертильную жизнь. И в определенный момент эти яйцеклетки заканчиваются, тогда наступает менопауза. Это означает, что яйцеклетки новые, больше не созревают. Об этом подробнее в подкасте LG, значит, гинекология. Поэтому на здоровье конкретной яйцеклетки могут повлиять только гены, но никак не твоя работа. На здоровье органов, да, могут повлиять, ну там, износоустойчивость, там, инфекции разные, да, но сама яйцеклетка, она формируется под влиянием генов, поэтому если у нее хорошие гены, и не у кого... Кстати, это тоже хороший вопрос. А анамнез-то семейный покажи, подруженька. Кого, прости? Анамнез семейный. Ты хочешь свои яйцеклетки раздавать. А, древо? Да, а что если там у родителей по женской линии был там рак или какое-то наследственное заболевание, типа Альцгеймера, там, Гентингтона и так далее? Слушай, я знаю, что думаю. Возможно, Аэла относится к продаже яйцеклетки как к продаже своего нижнего белья. Типа, смотрите, вот это от меня. Но если так, то я не советую никому покупать эти яйцеклетки. Ну, короче, ладно. Никогда не покупайте яйцеклетки без документального подтверждения за пределами клиники. Да, потому что, ну, прежде чем сдать что-либо в качестве донора, вас обследуют с ног до головы. То есть сперма должна быть здоровая, а анамнез семейный должен быть здоровым, потому что никто не хочет сюрпризов. Понятно, что мутации могут быть все равно непредсказуемые, но предсказуемые вещи нужно вычеркнуть. Вот так мы как-то плавно из подкаста порно... Моцина – это моя любимая тема после порно. Хотя по образованию... Что, я журналист и филолог. Ну вот, мне кажется, никуда пошла. Но это не мешает, не мешает. Ладно, давай дальше к новостям, а то мы прямо на одной новости зациклились. Звезда OnlyFans поможет малообеспеченным семьям с жильем. Вот так вот. Ты посмотри, еще одна активистка. Ну да, слушай, ну и причем на фотографиях сейчас перед прочтением новости я скажу, что она достаточно симпатичная, будоражащая сознание. Значит что, жилье будет хорошее? Нет, ну я к тому, что вроде как... Ну, красивая телочка, красивая. Да, телочки, которые красивые, они редко занимаются благотворительностью и живут как бы ради своей попки и комфорта. Какая чушь, ну ладно. Это крайне редко, но и бывает. Ладно, к новости. Ребекка Гудвин из Британии, зарабатывающая в месяц около 100 тысяч фунтов стерлингов, а это более 8,5 миллионов рублей. Блядь, ну тут грех не помочь. Планирует купить 8 домов, чтобы сдавать их бедным семьям за небольшую плату. Например, один из них трехэтажное здание с четырьмя спальнями и личной парковкой. Она планирует сдавать малоимущим за 650 фунтов стерлингов в месяц. Это примерно 56 тысяч рублей. 28-летняя мать-одиночка говорит, что делает это не для заработка, а для помощи людям и для того, чтобы инвестировать в будущее своих детей. Слушай, ну хорошо, ладно. С одной стороны, богатые люди тоже не должны как бы задарма все раздавать. Но все-таки не совсем, наверное, на благотворительность. Хотя, может быть, если ставки по недвижимости намного выше, чем то, что она предлагает, тогда да, это типа, ну такой вот у нее бизнесочек, да, вот по сдаче в субаренду недвижимости. Вот она обладает капиталом, купила себе дома и сдает их малоимущим. Но на благотворительность мало похоже, потому что все-таки в моем понимании благотворительность это я потратила свои миллиарды и миллионы за то, чтобы построить квартал. И отдаю их людям, да. Я ими владею все еще, да, я плачу за них налоги, но люди там живут. Я им помогаю таким образом, потому что есть там разные судебные проволочки, почему малоимущие или там какие-нибудь, может, иммигранты не могут получить себе жилье. Но знаешь, мне кажется, что скорее всего 650 фунтов стерлингов за месяц получается. Это очень, наверное, ниже рынка. Я не знаю, сколько стоит жилье в Британии. Я думаю, намного дороже, чем 50. Ну это, ну как бы да. Ну смотря какое там еще жилье, если действительно хорошее жилье по низкой цене, то тогда да, молодец, классно. Ну там не забывай, это же особнячок небольшой, где четыре спальни, я так понимаю, это большая площадь. И, наверное, такая площадь стоит гораздо дороже, чем 56 тысяч рублей. Но опять же, возможно для нас, для россиян, 56 тысяч рублей за съемную квартиру, это как бы, ну, дороговато выше рынка, например. Ну слушай, в Москве это не очень даже хорошее жилье. Я говорю по Краснодару, что что у нас, 25-30, и это какая-нибудь однушечка-двушечка. А тот самый особняк с личной парковкой и четырьмя спальнями, наверное, тысяч двести. Ну и то, люди, которые снимают квартиру за 30 тысяч в месяц, это уже немалоимущие. Ну, тем не менее, это да, это наверное... Потому что есть люди, у которых зарплата 15 тысяч в месяц. Ну ладно, мы опять с тобой в какие-то дебри. Был бы Пашка, он бы не забрел вот в эти вот... Да ладно, почему нет? Мы же общаемся. Ну да. Это же подкаст. В общем, как-то так. Вот такая благотворительность у британской порноактрисы. Но мы переходим к следующим новостям. У меня еще две, они достаточно короткие, но имеют место быть. Президент футбольного клуба Монса Сильвио Берлускони, какая фамилия? Берлускони. Недавно пообещал подогнать к раздевалке команды целый автобус... Как можно? Проституток. Проституток, прям так. Так, так. Боже, проституток. Секс-работниц. Секс-работницы. Вот Паша так красиво их называет... Женщины любви? Нет, нет, нет. Жрицы любви? Да нет, то, что это самая старая профессия в мире. Ну, короче, вы поняли. Автобус Проституток обещает подогнать к раздевалке своей команды, если они выиграют матч у топовой команды. И команда Монса победила Ювентус со счетом 2-0. И тренер Берлускони сообщил, что уже получил более сотни звонков с напоминанием, что нужно держать свое слово. Правильно. Ланестеры всегда платят свои деньги. Но опять же, вот смотри, нормально ли это отразиться на имидже команды? Слушай, по поводу имиджа ничего не знаю, но мотивировать своих сотрудников это абсолютно нормально. Ну, то есть, какая мотивация хорошая? Та, которая работает. Если человека мотивирует автобус с секс-работницами, значит, это хорошая мотивация. Ну, как видим. Если от этого они играют лучше, от перспективы, да, получить удовольствие, почему бы нет? Секс-работницам тоже хорошо. Приехали и денежку заработали. Если человек, смотрящий на своего работодателя вот такими глазами, как я делаю сейчас, типа, ты что, с ума сошел? Тогда это хреновая идея. По поводу имиджа команды, ну, я не знаю. Слушай, эти футболисты там столько всего воротят, что, мне кажется, на их имидж их уже ничего не спасет. А им все равно платят. Ну, ладно, ну, что ты сразу футболистов так это самое загоняешь прям в песок. Ну, короче. Это не ее, это они сами. В общем, так, не подогнали еще автобус, как по новостям, мы понимаем. Ну, я беру с коней как-то, ну, базар держать. Слушай, интересно, сколько стоит автобус проституток? Мы говорим про базик, где примерно 45 мест, или мы говорим про небольшой минивэн. Ну, просто так вот. Да, наверное, для тренера команды. Слушайте, слушай, если в команде 11 человек, 11 человек в команде? Ну, да. Плюс еще запасные, наверное. Плюс еще запасные, да? Ну, ладно, запасных не берем, вы не играли, не заслужили. 11 человек, то есть это минимум 11 девочек. А раз мы работаем в формате мотивации, значит, по 2 девочки на парне. Соответственно, ну, 22, 22 девочки. Ну, да, по-другому. Кому же, как бы считайте сами, мы не знаем расценок. Ладно, двигаемся дальше. И последняя новость на сегодня. Ученые из Гарвардского университета выяснили, что у мужчин, которые мастурбируют более 21 раза в месяц, снижается риск заболевания раком предстательной железы. Это еще не вся новость. Есть более, скажем так, более подробные рассказы про эту новость. Но я прям сразу хочу сказать, что, скорее всего, к слову, мастурбируют, можно подобрать синонимы, что в целом эякулируют, то, что это может быть как и секс. Подожди. Если это исследование, то давай опираться на исследование. Хорошо. Мастурбируют, значит, мастурбируют. Давай тогда дочитаю новость и пустимся в обсуждение данной новости. В исследовании приняли участие 31 925 человек, среди которых провели это анкетирование. Прикинь, 30 тысяч человек просто стояли и дрочили. Больше 21 раза в месяц. В автобусе. Блядь. По словам исследователей, нет никакой разницы, происходит ли эликулятор. Подожди, перебью себя. Это вот эта команда подбольная, которой, если не подгонят проституток, то это будут они. Вы будете принимать участие в исследовании. По словам исследователей, нет никакой разницы, происходит ли эликуляция во время мастурбации или полового акта с партнёром. В то же время, этот вид сексуальной активности также способствует снижению уровня стресса. Ну, блядь, ну, это, по-моему, не новость совсем. Учёные отмечают, что мастурбация не позволяет полностью избежать ракопредстательной железы. Они рекомендуют также придерживаться рациона с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот и потреблять продукты, богатые изофлавонами. Нормально, изофлавоны. Я сначала думал, что изофлавоны, я ошибся. Ну, нет, богатые изофлавонами и ликопином. Ну, наверное, какие-то там ферменты. Можно сразу от себя словечко, как мужчина, вставлю? Опять охуительные истории от Дениса Беседина. Рубрика. Рубрика. Когда я ходил на обследование к урологу, он максимально порекомендовал заниматься сексом чаще, потому что не только эякуляция спасает от рака пристательной железы, но во время поступательных движений и вот этими движениями фрикций, вот, спасибо большое, еще там как-то что-то разгоняется, короче, то, что простата мужчины начинает работать, там как-то сокращается в целом. Ну, конечно. Да, и вот именно поступательные движения тазом, они тоже способствуют улучшению здоровья тазового дна, вот так будем говорить. Ну, слушай, меня не вызывают вопросы это исследование, оно абсолютно логичное, потому что сексуальная активность непосредственно влияет на здоровье нашего организма, это не только стимулирование простаты, да, что, кстати, тоже полезно, многим мужчинам надо пересмотреть свои взгляды, вот, но и гормоны, да, выделение определенных гормонов. При кончании ты имеешь в виду? Вообще во время секса, да, то есть у мужчины происходит же выброска гормонов, допустим, во время экуляции, там, ну, эксцитацин, что там вырабатывается, гормон счастья, дофамин, вот, меня еще прикольно подумала, что дрочить 21 день в неделю, 21 раз в неделю, это уже, это уже, месяц, месяц, да, это уже привычка, все же знают, что по 21 день вырабатывается привычка. Да, я согласна, ну, как согласна, я не имею права так говорить, но по сути мастурбация или секс не имеет никакого значения, что вы выбираете, потому что процесс эвакуляции происходит по одному механизму, и неважно, были фрикции или были искусственные фрикции. Опять же, из своих наблюдений хочу заметить, как бы сейчас аккуратнее подойти к этой теме, в общем, раньше я был заядлым дрочером, который прям... Очень аккуратно подошел, буквально с ноги ворвался. Который мастурбировал порядка двух раз в день. И то есть это не... Я не говорю про возраст 14-15 лет, я говорю про возраст, наверное, 20-23. Ну, как раз вот сок самый. Сок. И знаешь, что я понял? Что когда у меня немного нормализовалось с половой жизнью этот вопрос, что я, скажем так, заменил мастурбацию половым актом, я понял, что мне очень сложно перестроить мозг, потому что я, во-первых, мастурбировал очень давно, с давних времен, там лет с 13-14, и я настолько привык быстро кончать, что мне было очень сложно в голове унять, что не нужно быстро кончать. И вот это вот очень сложно изменить. Это из моих личных наблюдений, наверное, ни с кем не делился этим. Но сам факт, что пока ты привыкнешь к тому, что секс не должен кончаться там за полторы-две минуты, потому что с мастурбацией обычно так зашел... Ну, а что тянуть? Да, зашел, сбросил пар, ушел. То секс нужно немножко подольше растягивать. И вот единственное, что я заметил, то что мастурбация может влиять... Долгая привычная мастурбация может влиять на продолжительность полового акта. Вот как-то так. Слушай, ну, тоже есть ряд исследований. Тут лучше, наверное, консультироваться с врачом. Ну, конечно, конечно, мастурбация как вид зависимости тоже накладывает определенные ограничения. Во-первых, это достаточно быстрая выработка дофамина, и твой организм просто не понимает, зачем ему нужно работать дольше. Ведь мозг – это же очень хитрая скотина, который не любит работать на самом деле. Он обладает большой работоспособностью, но он такой, типа, в смысле я должен работать полчаса? Зачем? Мы же можем это сделать за две минуты. Ну, камон, Денис, ну, просто на чаше весов. Вот. Поэтому, да, перестраиваться бывает трудно. Но есть еще ряд людей, которые, например, испытывают трудности с эякуляцией во время секса. И я говорю сейчас не только о женщинах, что в подавляющем большинстве, а о мужчинах, которые не могут кончать во время секса, только во время мастурбации. Такое же тоже бывает. Но у них член стоит во время мастурбации. Да, у них все нормально, просто они не могут достигнуть разрядки во время секса проникающего, да, только во время мастурбации. То есть приходится потом как-то уходить и доделывать дело. Такое тоже бывает. С одной стороны, знаешь, мне кажется, девушки, которые, ну, допустим, не могут добиться своего партнера, скажем так, долгого полового акта, такие, блядь, как же это заебись, наверное. А с другой стороны, это грустно. То, что ты не можешь показать своей партнерше, что ты получаешь удовольствие так же, как она. И в целом, вот она тебя настолько сильно возбуждает, что ты кончаешься. Ну, тут уже, да, многие тут и психологические факторы, в принципе, ваши какой-то позиционировали. Вот эта проблема, кто-то научился с этим жить и как бы, ну, окей, ну, вот так вот распорядилась физиология, что я вот так вот как бы это делаю. Тут, ну, нет каких-то правил или можно, нельзя. Надо разговаривать просто. Вот поэтому интересная тема, да. Вообще есть еще уже теория, она такая больше из области йоги и просветленных практик, что нужно научиться кончать, не кончая. То есть испытывать оргазм, не эокулируя. Ебать, вот тут я охуел просто. И накапливать, типа, вот эту, когда накапливаешь сперму, а потом у тебя какой-то более яркий оргазм или это способствует большему какому-то сексуальному... Я здесь не эксперт, просто слышала такие мнения, и они меня немножко повергли в шок, что мужчины реально некоторые тренируются кончать без эокуляции. Я не знаю, насколько у йогов это там обусловлено какими-то медицинскими показателями, потому что в любом случае выброс спермы необходим, потому что она накапливается, и это как бы, ну, не совсем, наверное... Время обидительных историй снова. Короче, ты сейчас сказала, то, что есть мужики, которые тренируются кончать, не кончая, скажем так, не эякулируя. Блядь, у меня было пару случаев, которые наоборот, типа, я эякулирую, но я не получаю оргазма. Подтекает просто. Не то, что подтекает, оно, блядь, выстреливает, как бы это ни звучало. Ну, короче, и что самое интересное, ты идешь в душ, и через минуту ты уже опять готов. То есть ты как будто бы вот это сверхперенапряжение сбросил, потом ты такой опять к партнерше, привет, и все, и все опять работает. Короче, это настолько странная херня, что вот прям удивляешься. Бывают же еще такие случаи, когда, допустим, за один половой акт удается сделать несколько половых актов, и в какой-то момент мужчина просто уже, ему просто нечем кончить, и он такой, типа, блядь, все, я не могу. Вот это я не могу разделить с тобой понимание этого, потому что я знаю, что есть мужики, которые, допустим, кончили, буквально 10 секунд, погнали в следующий половой акт. Не встречала таких. Ну, ты говоришь то, что несколько... Нет, просто я слышала историю про то, что вот там мы занимались сексом очень долго, за это время, ну, по нескольку раз, да, успели кончить, и в какой-то момент просто, ну, все, я выжат, как лимон, типа, нечем даже кончить. И умер от обезвоживания, блядь. Да, и поэтому пошли звать. Ну, короче, вот такая рубрика новостей была. Мы сегодня прям почти подкаст записали про новость. Сейчас чуть-чуть про фильмы попиздим, да домой пойдем. Ой, блядь, точно. Вот. Ну, собственно, предлагаю этим и заняться. Ну что, олдскульное порно, олдскульное, все же любят олдскул, да, от него сводят вот эти вот... Скулы эти самые. Олдскулы, да. Я, на самом деле, очень люблю винтажное порно старое, потому что в нем есть какой-то шарм, потому что в нем есть определенный подход, атмосфера, концепция. Вот. И раньше, конечно же, когда порно не было настолько массовым и настолько, скажем так, быстрым и выгодным в производстве, люди сделали картины, вот чтобы как бы, да, вот вышел, и ты смотришь еще полгода этот фильм, потому что новый снимут нескоро. Такие времена были, и о них мы сегодня и поговорим. Первый фильм в списке у меня это «Blonde Ambition», «Амбиции блондинки». О, даже звучит... Прости, что перебил, даже звучит как-то... Амбициозно, да? Возбуждающе. Да, 1981 год. Для любителей фильма «Поющий под дождем» и «Глубокая глотка». Я хочу напомнить, что это фильмы разных категорий возрастных, да. «Поющий под дождем» — это вроде такой легкий мюзикл с Бродвея, да, а «Глубокая глотка» — это легенда просто порноиндустрии. Только не говори, что это совмещение этих фильмов. Это совмещение идей. То есть, знаешь, от создателей, скажем так. Если вы любите «Глубокую глотку» и смотрели когда-то «Поющий под дождем», то в этом фильме, собственно, можно тебя порадовать этими отсылками. Короче, что по сюжету. Две молодые певицы и танцовщицы по совместительству, значит, приезжают в Нью-Йорк в поисках работы. Им, значит, один крупный миллиардер говорит, девчонки, есть для вас вакансия. Собственно, когда они с этим миллиардером переезжают на локацию, они понимают, что никакой работы здесь нет, их втягивают в какую-то мутную историю. В итоге работы нет, миллиардер разрешает им пожить в своем penthouse. А потом они случайно попадают в... Собственно, получают роли в некой адаптации порно «Унесенные ветром». Вот такая вот история. Рейтинг X. Собственно, что рассказывает интернет про этот фильм? Что, да, есть атмосфера мюзиклов 30-х годов. Если вы любите песни, пляски, красивые костюмы, красивых женщин, пытающихся пробиться в Голливуд, то здесь это все есть, можно смело смотреть. Но при этом там присутствуют порно-сцены. Конечно. Вау. Разумеется, это порнофильм. Сегодня мы говорим только о порно-картинах. Естественно, снимаясь в порно-пародии «Унесенных ветром», без порно обойтись было бы трудно. Вот такая история. Советуем записать в списочек. Пускай 81-й год вас не пугает, картина выглядит вполне прилично. Только хотел сказать, напомню, что это 1981-й год, и, блин, я так говорю, об этих временах как будто там... Слушай, 81-й год, это заканчивается уже золотая эра порнографии. Да, согласен. Ну, просто к тому, что уже были такие идеи, уже были, ну, не ремейки, а, скажем так, пародии на такие фильмы, как «Поющий по дождем» и «Унесенные ветром». То есть это люди придумали еще и подпорно как-то стилизовать. Ну, короче, прикольно. Мне интересно. Сюжет внутри в письма стандартный, да? Две девушки ищут работу и попадают в порно. То есть здесь прям фабула очень, скажем так, изъезженная. Ладно, дальше у нас на очереди «Pirates» 2005 год. Это уже без прикрас полная порно-пародия пиратов Карибского моря, причем очень коммерчески успешная, как и многие порно-пародии. Есть такой прикол, что порно-студии любят прям сильно вкладываться в какую-то пародию, делать ее очень дорогой и выпускать ее на рынок, чтобы собирать бабла. Вот это та история. То есть фильм собрал больше восьми миллионов, хотя затраты были намного меньше. Почему? Потому что много спецэффектов засунули в пародию, актеров подобрали хороших, ну и, соответственно, сюжет полностью копирует «Пиратов Карибского моря», поэтому я не буду его зачитывать. Но сопровождается сексуальными сценами. Разумеется, порно-пародия, Денис. Порно-пародия. Нет, 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 мне просто... А это фильмы моего детства, что в первом случае, что вот во втором, «Пираты Карибского моря», я такой, ну в смысле, Джек Уорби, как же там его, сын вот этого... Уильям Тернер. Уилл Чёрнер, Ого, ты помнишь, как его зовут? Конечно, это любимейший фильм. Я думаю, господи, как же они могли трахаться? Я тебе больше скажу. У этого фильма есть вторая часть. Да ладно? Да. У порно-пародии. Да, не «Восемь», как у «Пиратов Карибского моря» или сколько там, но вторая часть тоже есть, тоже коммерчески успешная. Следующий фильм для любителей Рокаси и Фредди. Очень ранняя картина, 1996 год, называется «Чейси Лавс Рокка». Чейси любит Рокка. Тут интересная история произошла с этим фильмом. Я не буду рассказывать сюжет, потому что это весьма посредственная в плане сюжета картина, то есть просто красивая ебля двух красивых актеров. Всем, кто любит хардкор в стиле Рокаси и Фредди, «Велкам» там будет на что посмотреть. Ну и «Молодой Рокка» невероятно прекрасен. Да, и «Чейси Лэйн» тоже хороша. В общем-то, это главная актриса, собственно. История другая, в чем интерес. В том, что когда продюсер этого фильма решил его снимать, он столкнулся с тем, что денег как бы ноль. Надо что-то как-то крутиться. Неожиданно. И поэтому он обращается к своему старому доброму другу Рокка и говорит, «Чувак, помоги снять». А Рокка такое, типа, ну, делать все равно нехуй. Да, надо занять чем-то свой день. И он соглашается помочь ему. И они приглашают вот эту «Чейси Лэйн» поддержать этот проект. И в итоге они снимаются там вдвоем. Там охуительная, невероятная сцена, которая в виде кастинга происходила. Вот. И снимают. Чисто не трудозатраты, не трудозатраты, а финансовых затрат на старте ноль. Ну, то есть там только за свет заплатили и потом поделили прибыль. Чуть ли не Рокка вообще забачлял за всю эту историю. Но, в принципе, в 1996 году Рокка Си Фредди еще очень молод, и еще не очень сильно богат, и, ну, достаточно популярен. Там Тарзан, по-моему, в каком-то 2002 вышел с ним. Это самая легендарная его картина. Вот. Так что вот такая история, такая история. Следующая у нас на очереди «The Opening of Misty Beethoven». Значит, открытие Мисты Бетховена. Это главная героиня фильма. Сюжет очень интересный. Он снят по известной пьесе Бернарда Шоу. Кажется, «Пигмалион» называется. Вот. А, нет. И «Пигмалион» — это раз. И «Моя прекрасная леди» вот Бернарда Шоу. А какого года? 75-й год. Капец. На «Моя прекрасная леди» я была в театре. Чтобы ты понимал. У тебя психотравма не случилась, когда ты увидела этот фильм? Я не видела этот фильм. Я в целом, потому что он мелькнул у тебя. Нет, меня абсолютно такие вещи не смущают. Я очень люблю, когда что-то делается на основе чего-то с отсылками. Вот. То есть там сюжет, как у «Моей прекрасной леди», только вместо главных героев, там порно-актеры, и у них как бы свои персоналии. Собственно, в чем суть фильма? Фильм повествует о сексологе, который пытается превратить дешевую уличную проститутку в богиню страсти. Пока он готовит пациентку к соблазнению некого художника, у нее появляются чувства к доктору. По сути, если вы знаете, о чем пьеса «Моя прекрасная леди», там обычную простушку деревенскую пытаются превратить в светскую даму. И в итоге там тоже перипетия, все влюбляются во всех. Короче, там это самое. Все очень запутанно. Поэтому фильм, да, собственно, такая история, что там некая секс-работница, заскучавшая в своей нише, ищет объекта для вдохновения. Тут некий доктор Любовь его зовут. Доктор Любовь. Доктор Любовь, да. Он ее, значит, учит урокам соблазнения, она в него влюбляется, и все благополучно ебутся. Слушай, ну в целом прикольно, но, скажем так, классический сюжет немножечко эротизировали, да, я так понимаю, добавили остринки, перчинки, и просто чуть-чуть ее допилили. Да, допилили. Бернашоу такой, ну спасибо, что допилили, а то я не закончила. Опять же, вот, 75-й год, и у людей, у режиссеров была мысль кастомизировать какую-то классику, да, вот то, что вот эти вот «Моя прекрасная леди», да, называется фильм, и то, что подогнать это под порно какое-то. Вообще очень интересно, у нас как-то был выпуск, да, про порно-пародию, но мы там, по-моему, не размышляли на тему того, почему берут те или иные сюжеты. Понятно, что всем знакомая фабула, что всем знакомые какие-то архетипы, да, берут. Это понятно, почему людям нравится такое смотреть. Ну и опять же, ты любишь там Гарри Поттера, посмотреть порно-пародию Гарри Поттера, ну, блин, сам Бог велел. Ну да. Порно-сумерки я бы посмотрела с удовольствием. Но тут как бы, да, классика тоже не была убережена от вторжения порной индустрии. Ладно, едем дальше. У нас на очереди фильм «I like to watch» 1982 год, переводится, как «Я люблю смотреть». Это фильм про воэризм, собственно, чистой воды. Значит, очень интересная картина, судя по описанию, которую я нашла, я бы с удовольствием посмотрела, потому что там происходит полный вообще водоворот, крышеснос, переплетение сюжетных линий. То есть там все друг друга соблазняют по кругу, в итоге все это превращается в некую оргию. Ну и раскрывается тема воэризма, то есть главная героиня наблюдает за тем, как там соблазняют других людей. То есть очень прикольно сделано. И, между прочим, на АМДБ рейтинг до сих пор 6,9. Ну это очень хороший рейтинг для АМДБ. Ну до сих пор, да. Для до сих пор хороший, да. Но в целом, потому что сейчас заслужить этот рейтинг очень сложно, а тут у старого фильма... Какого года ты сказала? 1982 год. Капец. Ну слушай, есть люди, которые фильмы ниже восьмерки не смотрят. Ну вот я примерно... Да, но я вам не советую пропускать этот фильм, если вы такие перфекционисты, потому что здесь вот интересный сюжет. Значит, в доме дизайнера Летиции всегда что-то происходит, какой-то экшен. Пока у нее самой есть любовник, ее ассистентка Ким соблазняет водопроводчика и горничную, которые также работают на Летицию. Затем клиенты Летиции соблазняют ее племянника, а модели, с которыми она работает, соблазняют ее парня. И в итоге все они соединяются в одну большую оргию. Капец. Просто какой-то секс-дом. Да, какой-то такой вот непонятный дом-2. Знаешь, кстати, я подумал, что, наверное, есть дома, которые вот и в целом помещения, которые прям располагают тебя к сексуальным отношениям, вот чтобы вступить в них. Возможно, это один из тех домов. Она же как бы дизайнер. И мы же не знаем, может, у нее... Ну и вот это вот горничная, парень, водопроводчик. Ну подобрано же, согласись со вкусом. Ты сказала, что первая участница, первый персонаж соблазнил водопроводчика и горничную. Не первый персонаж, а работница вот этой главной героини. Ну то есть она соблазнила и мужчину, и женщину. Да. Нихуя себе как бы. Ну так получилось, да. Но горничную грех не соблазнить. Это же вообще просто золотой стандарт. Да, в общем, такая история. Переходим к чему-то поострее. На очереди у нас триллер, между прочим, порно-триллер. Называется «Тринити Браун». 1984 год создания. Да, это триллер с запутанным сюжетом, с убийцей убитым и даже женщиной копом. Да, есть на что посмотреть. Вот, все сделано так вот по классике жанра триллера, но, естественно, с участием эротических сцен. Собственно, по сюжету. Гангстер, некий крупный, был убит. А любовник его жены... Ебать, а любовник его жены. Да, у которого еще и стрип-клуб. Он владелец стрип-клуба. Он главный подозреваемый в этом деле. Но этот главный подозреваемый в свое время успел замутить с женщиной копом, которая ведет расследование этого дела. И она, естественно, уверена, что он никого не убивал. Она его любит, верит? Не знаю, не знаю. Но у нее есть напарник, вместе с которым они погружаются в жизнь большого стриптиза и пытаются найти реального убийцу. Вот такой детектив. Слушай, оно звучит реально как бы так интригующе. Типа посмотреть можно. Я даже представляю, если бы этот фильм начинался не как классическое порно, а вот как реально триллеры, там какое-то убийство, там какие-то темные сцены. И, ну, ты ни о чем не подозреваешь, смотришь Лилю, а потом бац, и писюн с писечкой вылетает. И писюн с писечкой. Ты смотрел фильм, я очень люблю тот фильм, «Повар, вор, его жена и ее любовник». Это вот так фильм называется? Да. Нет. Это замечательная картина, артхаусная. Дай мне, господи, сейчас вспомнить режиссера. Не вспомню, блин, простите. Вот так, да, пизданула, как гений. Ну, подожди. Нет, ты назвала название, и типа ни хера себе какое название. Да, это очень популярный, ну, как популярный, очень известный в своем жанре фильм. Этот режиссер, господи, ну, не помню, простите, на «Г» у него фамилия, очень он великолепно снимает. Это, да, чтобы вы понимали, артхаус, то есть там как бы все странно. Но там суть в том, что тоже есть, значит, некий вор, у него есть жена, они приходят в ресторан, жена влюбляется в повара, у них там закручивается роман, в итоге муж там что-то пытается узнать. Но это не порно. Это не порно, но там есть эротические сцены, там тоже все трахаются, и в конце повар убивает этого, собственно, господи, не, она не с поваром мутит, она мутит с своим любовником, которого она в ресторане подцепила, а повар их покрывает. Но потом, значит, муж что-то делает, чтобы убить этого ее любовника, и повар его готовит, а муж его ест. Любовника? Блядь! Он в конце его ест. Она подает ему, значит, своему мужу, как вот, и он его ест, там такой член тоже, ну, все полностью человек, лежит на столе, упакованный в еду. Да пиздец! Да, это потрясающе великолепный фильм, он очень красивый, там великолепная музыка, это, господи, как же зовут-то этого актера, ой, этого режиссера? Ты загугли, я пока порассуждаю. Я пока порассуждаю. Во-первых, муж понимает, что он убил любовника, и при этом они с женой разделяют этот ужин, последний, я так понимаю. Муж ест, жена не ест. Ну, в целом, они вместе до сих пор, муж и жена. Ну, да. Блядь, я так вообще... Мастер Гринуэй зовут режиссера, да, у него еще очень много классных картин, например, отчет об утопленниках, тоже великолепная картина, в главной роли три женщины, это мать, ну, собственно, ее мать и дочь. Дочь, мать и бабушка. Ага. Их всех зовут Сесиль. Ебать. Да, всех троих, и они, каждая по очереди, топит, или как-то там убивает, да, они всех, их затопили, каждая топит своего мужа, вот, и в конце там все гуляют и радуются. Да, Шолик, я, конечно, понимаю, наверное, это высокие фильмы, но у меня вопросы к твоему киношному вкусу. Ну, это арт-хаус, это арт-хаус. Я не смотрю арт-хаус по КД, да, то есть я смотрю там Анатомия Страсти, это моя страсть, но это правда, он очень красиво снимает, и там такая музыка, и вот ты, я еще помню, что когда я смотрела «Повар-воржена», его жена и ее любовник, я думаю, блин, очень похоже на вот этот фильм про утопленников, и я решила загуглить, и поняла, что это один и тот же режиссер, то есть у него вот этот стиль, он очень прослеживается. Ну, это легендарный режиссер, да, многие киношники его знают, и им восстановляются. Но мы вернемся к порту. Да, слушай, мы же не об этом фильме вообще в целом говорили. Да, вообще не о фильме, я просто к тому, что похожий сеттинг, вот такой мрачный, все такое, значит, темная музыка, это бодрячая, не бодрячая, а леденящая душу, и секс. Следующий фильм «Behind the green door» с «Зеленой дверью». Здесь любителям оргий будет на что посмотреть. Собственно, некую девушку по имени Глория похищает двое мужчин и заставляет ее выступать на сцене, заниматься сексом перед глазами зрителей. Все это она делает, все лица закрыты масками, то есть такая некая секта. У зрителей? Да. Затем, когда она возбуждается, входит во вкус, зрители тоже начинают заниматься сексом, тоже как бы от этого всего возбуждаясь, и все это переходит в большую, значит, оргию. Массовую порно-сцена. После чего Глорию, собственно, обратно забирают со сцены, собственно, за вот эту вот спасительную зеленую дверь, и со спасителем своим она занимается сексом там уже вдвоем. Да. Вот такая вот порношечка. Слушай, а это не короткометражка, я так понимаю, это полноценный сюжет? Полноценный фильм, конечно. То есть девочку похитили, девочку там устроили. Да. Между прочим, картина с Мэрилин Чемберс. Был бы здесь сейчас Паша, он бы сказал, о-о-о-о-о, вот какие люди. Да, так что такой-такой фильмец. Такой фильмец. Ну и напоследок немножко кринжа сыпану всем присутствующим и всем слушающим. Фиц, the Cat. Котик Фритц. Ой. Фритц the Cat, да. Вот это название прям. Котик Фритц это мультик. Мультик. Абсолютно кринжовый. Это мультик-сериал. Собственно, в главной роли некий кот, который попадает в разные ситуации, занимается сексом с кисками и свинюшками. Вот. Блядь. В свое время, это, между прочим, 72-й год. В свое время мультик был настолько популярный, что его снимали очень долго. Собрали в прокате больше 190 миллионов долларов при бюджете в миллион, чтоб ты понимал. Но, конечно, по нынешним меркам развращенности, скажем так, откровенности контента, мультик все-таки уступает. То есть он более-менее скромный. Так как серий очень много, я не буду вам зачитывать сюжет, потому что там огромная канва, но я вырвала небольшой отрывок из контекста, чтобы примерно показать вам уровень кринжа, который происходит на экране. Блядь, мне уже страшно. Оставшись без секса, кот достает косяк и закуривает. Полицейские вламываются в квартиру, но никого не находят, потому что все переместились в ванную. Когда одна из свиней заглядывает в ванную, фриц прячется в туалете. Свинья выдыхается, укуренный фриц выскакивает из укрытия, хватает пистолет полицейского и стреляет в унитаз. Вот что-то как бы, да, как-то бессоебля происходит в этом мультике. Вот такие интересные картины. Так это реально нарисованный мультик, где нарисованный кот трахает все подряд. Да, да. Там на картинке были, знаешь, такие кошечки с сисечками, с сосочками, ну, вполне... Возбуждающие даже. Возбуждающие, да. Он откровенный, но недостаточно откровенный, наверное, по меркам создателя, по крайней мере, статьи, из которой я брала информацию. Вот так вот, как бы, ну вот. Слушай, я хотел сказать, что... Почему у меня всегда вызывает такой диссонанс старые фильмы и то, что раньше якобы об этом думали? Я всегда думал, что опошление вот какой-то индустрии, развитие порноиндустрии, произошло после двухтысячных, после появления интернет-соединения в компьютерах или в телефонах. Но, как оказалось, люди кринжовали, блядь, еще в семидесятых. Слушай, мне кажется, ты ищешь корреляцию там, где ее нет. То есть, дело не во вседоступности порно, да, а в том, что... Ну, сюжеты, да, то есть вот эти фильмы — это, по сути, произведение искусства порнографическое, да, то есть люди придумали сюжет, они создали какую-то атмосферу, то есть это полнометражки, которые можно посмотреть и что-то понять о том, как снимали порно там на заре цивилизации. Вот. А то, что сейчас, понятно, контент упрощается, он больше доступен, то есть люди не видят смысла тратить много времени на создание фильма. Шедевры все равно создают, да, взять тот же фильм «Пророка», это же очень хорошее кино. Тем не менее, вот этот еще был порно-пародия на сериал, скажи мне, «Игра в кальмара», там же тоже вроде как масштабненько сделали. Да, то есть все делается, все как надо, просто не думаю, что люди как-то стали развратнее или менее развратнее, это вообще как-то не с этим связано. Взять очень многие книжки, там, допустим, тот же «Тропик рака» Генри Миллера, там же тоже происходит полное вообще мракобесие, а это классика литературы, да, эротической. Ну, блядь, базару ноль, но просто видишь... Поэтому не удивляйся, люди, они всегда, вот они такие, какие они есть, а мы не всегда были, у них всегда была жажда к страсти, жажда к чему-то маргинальному, к чему-то дикадентскому, к чему-то вот такому очень, да, необычному, потому что фильмы мы зачем смотрим? Чтобы испытать какие-то эмоции, а эмоции нам доставляют либо какие-то сюжеты, которые на грани, да, там, морали и дизморали, ну, либо какие-то красивые картинки. Вот, поэтому я бы не стала ждать от современного порно чего-то такого, потому что оно служит другим целям. Да, возможно, все, я опять завалил ебало, ты, блядь, разъебал у меня, и все. Вот, так что вот на этом разъебе мы, наверное, будем заканчивать. Это был подкаст «Порно», развлекательный проект о порноиндустрии. И в студии с вами были Даша и Денис. Всем пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!